Мышцы выводим в определенное состояние, придаем положение, где сближаются все края прикрепления мышцы, то есть в среднее физиологическое состояние. И просим пациента держите, потом просим первая фаза удерживайте или давите, и вторая фаза через 2 секунды давите сильнее, и на этой фазе уже может проявляться мышечная слабость. То есть пациент не может не только поднять и сопротивляться давлению врача, но у него просто происходит такой срыв уже на первой фазе тестирования. Это свойственно состоянию неврологической слабости, то есть это уже можно оценивать по пятибалльной системе, и это будет относиться к оттестированию силы мышцы. И первая фаза держите, вторая фраза давите, и давите сильнее через 2 секунды. То есть вы должны ощутить, первое, что пациент выполнил правильно ваши условия, второе, вы должны ощутить, что он начал удерживать и оказывать легкое сопротивление вашему воздействию. И вторая фаза, это фаза давите сильнее, то есть где он будет наращивать на 10-15% силу своего воздействия. То есть это важно 1,5-2 секунды обождать, дать время на ответ, то есть дождаться ответа. Вот это вот то понятие и то руководство в действии, которое вы должны использовать при тестировании. Я своим пациентам, своим ученикам говорю и акцент ставлю на том, чтобы они дождались реакции. Мы выезжаем там, как пословица говорится, за полчаса до пожара. Мы еще не получили информацию, чтобы на нее ответить, а уже провели действие, чтобы получить правильный ответ. Если мы так тестируем очень быстро, у нас будет очень много слабых мышц. Если тестируем очень медленно, у нас будет очень много гипертоничных мышц. То есть мышцы, которые не реагируют никак на наши действия. И ослабление на фазе третьей мышечного теста может быть связано с определенными участками тела, которые привели к ослаблению этой мышцы. Это может быть позвонок, это может быть какая-то точка, меридиан и так далее. Значит, главное дождаться ответа давления со стороны пациента. И затем оказывать противоположное давление через 2 секунды. В двух словах. Держите, давите, давите сильнее. И мы, в свою очередь, пропорционально усиливаем воздействие и тестирование мышцы. Здесь еще раз идет повторение этих правил. Я не буду на них останавливаться. Ну и какие же ошибки мануального мышечного тестирования. Исследователь часто бывает очень ретив, он очень активен. И не дожидаясь реакции, у него уже в голове созрел план. Что же там с пациентом? То есть вы должны быть абсолютно нейтральны и при мышечном тесте. Частая ошибка, что рано проводится вторая фаза тестирования. То есть мы не дожидаемся, когда пациент отвечает. Нет стабилизации. Руки пациента могут располагаться на теле, которое может, и это прикосновение может менять мышечный тест. Тем более, если оно связано с каким-то органом. Например, мы тестируем мышцу, связанную с желудком, большую грудную, а пациент расположил другую руку на желудке. И это сразу же может повлиять на тест, потому что мышечная, большая грудная мышца ассоциирована с желудком. И нет стабилизации, это я уже говорил. Пациент включает синергиста. Это выглядит так, что он качается и любой ценой пытается удержать, извивается, только пытаясь удержать эту мышцу. Если пациент часто не понимает Ваших указаний при мышечном тесте, это может косвенно свидетельствовать о том, что эта мышца, которую мы пытаемся протестировать, является слабой. И неправильно бывает выбрано исходное положение для тестирования. Или тестируется группа мышц. Но ошибок, быть может, очень много. И поэтому я пока не буду все их приводить. В процессе обучения они будут выявляться. У каждого могут быть свои. И при тестировании я покажу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok